Хорхе Луис Борхес. Учение о циклах. 1. Учение это, которое самый недавний его автор называет вечным возвращением, можно примерно сформулировать так. 2. Число атомов, образующих Вселенную, хотя и немыслимо велико, но все же конечно, и, как и свойственно числу конечному, хотя и немыслимо огромному, имеет определенное количество перестановок. По прошествии бесконечно большого срока количество перестановок достигнет предела, и Вселенная должна повториться. 3. Ты снова родишься из чрева, снова твой скелет будет расти, снова эта же страница попадет в те же твои руки. Таков обычный ход рассуждений на эту тему, начиная с банального вступления и до чудовищной пугающей развязки. Учение это принято приписывать Ницше. 4. Прежде чем его опровергать, задача, возможно, для меня непосильная, надо бы представить себе, хотя бы поверхностно, нечеловеческие огромные числа, на которые оно ссылается. 4. Начну с атома. Диаметр атома водорода вычислен, он составляет приблизительно одну стомиллионную долю сантиметра. Эта головокружительно ничтожная величина отнюдь не означает, что атом не делим. 5. Напротив, резервфорд представляет нам его в виде некой солнечной системы, центральное ядро и вращающийся вокруг нее электрон, в сто тысяч раз меньше, чем весь атом. 6. Но оставим это ядро и электрон и вообразим себе крохотную вселенную, состоящую из десятка атомов. 7. Разумеется, речь идет о скромной модели вселенной, невидимой, ибо микроскопы они и подозревать не могут, не поддающиеся взвешиванию, ибо никакими весами ее не взвесить. 8. Предположим также, ни на йоту не отступает гипотез Ницше, что число изменений в этой вселенной определяется количеством комбинаций, возможных для десяти атомов. 8. Которые будут располагаться в различном порядке. 8. Сколько разных состояний может смениться в этой вселенной, прежде чем наступит вечное возвращение? 8. Рассчитать нетрудно. Надо лишь перемножить 1 на 2 на 3 на 4 на 5 на 6 на 7 на 8 на 9 на 10. В результате долгой нудной операции получим число 3 миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот. 9. Если это почти бесконечно малая частица вселенной способна на такое множество изменений, трудно, а то и невозможно поверить в идею повторяемости космоса. 10. Я взял десять атомов. Чтобы получить 2 грамма водорода, нам их понадобится более миллиарда миллиардов. Вычислить количество возможных комбинаций в этих двух граммах, иначе говоря, перемножить миллиард миллиардов натуральных чисел соответственно количеству атомов, 10. Такая операция уже далеко превосходит мои человеческие возможности. 11. Не знаю, убежден ли мой читатель. Я-то не убежден. Беззаботное, невинное щеголяние огромными числами несомненно доставляет особое наслаждение, как все чрезмерное. 12. Однако возвращение все же остается более или менее вечным, пусть и отдаленным во времени. 13. Ницше мог бы мне возразить, вращающиеся электроны Резерфорда – это для меня новость, равно как и идея, для филолога возмутительная, что атом может быть расщеплен. 14. Но, кстати говоря, я никогда не отрицал, что преобразования материи выражаются большими числами, я лишь утверждал, что они не бесконечны. 15. Это предположительное возражение Фридриха Заратустра вынуждает меня обратиться к Георгу Контору и его отважной теории множества. 16. Контор разрушает самую основу тезиса Ницше. Он утверждает, что число точек во Вселенной и даже в одном метре Вселенной, или в отрезке этого метра, бесконечно. 17. Сама операция счета для него не что иное, как сопоставление двух рядов. 18. Например, если в Египте первенцы были умершвлены ангелом во всех домах, кроме тех, где дверь была отмечена красным знаком, то очевидно, что спаслось их столько, сколько было красных знаков, и тут вовсе не требуется высчитывать, сколько их было. 18. Здесь количество неопределенное. Есть другие группы, где оно бесконечно. 18. Количество натуральных чисел бесконечно, но можно доказать, что нечетных столько же, сколько четных. 18. Единица соответствует 2, 3 – 4, 5 соответствует 6 и так далее. 18. Доказательство столь же безупречное, сколько примитивное, но таким же оно будет для следующего утверждения, что для 3018 имеется столько же кратных, сколько существует чисел. Не исключая из их ряда и 3018, и его кратные. Единицы соответствуют 3018, двойки соответствуют 6036, тройки соответствуют 9054, четверки соответствуют 12072 и так далее. То же самое можно утверждать и о степенях этого числа, как бы они ни возрастали. Единицы соответствуют 3018, двойки соответствуют 3018 в квадрате, это 9108324, тройки соответствуют и так далее. Гениальное толкование этих фактов подсказало формулу, гласящую, что всякий бесконечный ряд, к примеру, натуральный ряд чисел, есть множество, которое в свой черед может состоять из бесконечных подмножеств. Точнее, дабы избежать какой-либо неясности, бесконечное множество есть такое множество, которое может быть эквивалентно любому из своих подмножеств. На этом высочайшем уровне счисления часть будет не меньше целого. Точное количество точек, имеющихся во Вселенной, равно тому, сколько их есть в одном метре, или в одном дециметре, или в самой крутой траектории небесного тела. Ряду натуральных чисел присущ строгий порядок. Элементы, его образующие, упорядочены. 28 предшествует 29 и следует за 27. Ряд точек в пространстве, или мгновении во времени, невозможно расположить в таком порядке. Ни у одного члена тут нет непосредственно предшественника или последователя. Мы тут имеем дело как бы с дробями, расположенными в ряд по величине. Какую дробь мы назовем после 1-2? Не 51 сотую, потому что 101-2 сотая будет ближе. Не 101-2 сотую, потому что еще ближе будет 201-4 сотая. Не 201-4 сотую, потому что и так далее. То же самое, согласно Георгу Контору, происходит с точками. Мы всегда можем втиснуть еще и еще одну до бесконечности. Тем не менее, надо стараться не воображать чисел нисходящих. Такая точка, в кавычках, уже является пределом бесконечного деления. Сопоставление изящной игры Контора с изящной игрой Заратустры смертельно для Заратустры. Если Вселенная состоит из бесконечного множества элементов, стало быть, она должна быть способна на бесконечное количество комбинаций, и неизбежность возвращения отпадает. Остается всего лишь его возможность, равная нулю. 2. Осенью 1883 года Ницше пишет «Этот паук, медленно ползущий при лунном свете, и сам этот лунный свет, и ты, и я, стоящие в воротах и шепотом говорящие о вечном, не случалось ли всем нам уже сойтись вместе когда-то в прошлом? И не встретимся ли мы снова на долгом пути, на этом долгом, волнующем пути? Не будем ли мы вечно встречаться?» Так говорил я, все понижая голос, потому что мне внушали страх мои мысли и мои предчувствия. Века за три до креста Евдем толкователь Аристотель писал «Если верить пифагорейцам, то все будет в точности повторяться, и вы будете снова со мною, и я буду повторять слова этого учения, и рука моя будет играть этой палкой, и так во всем прочем». В космогонии стойков Зевс питается миром. С циклической повторяемостью Вселенную пожирает огонь, ее создавший, и она снова возникает из небытия, дабы опять пройти тот же исторический путь. Снова образуются комбинации различных зародышевых частиц, снова обретают форму камни, деревья и люди, и даже различные силы и дни, ибо для греков невозможно было представить себе имя существительное без какой-либо телесности. Снова возникнут каждый меч и каждый герой, снова повторится каждая бессонная ночь со всеми ее подробностями. Как и другие гипотезы школы стойков, учение о всеобщем повторении распространилось со временем, и его специальное обозначение «Апокастаз» вошло в Новый Завет, Деяние 3.21, хотя и с не вполне ясным смыслом. В 12-й книге «Чивитэс Дэй» «Град Божий» Блаженного Августина несколько глав посвящено опровержению столь мерзостного учения. Главы эти, они сейчас передо мной, изложены чересчур запутанно для краткого их пересказа, однако можно заметить, что епископская ярость автора выделяет два мотива. Первый – грандиозная бесполезность подобного колеса. Второй – высмеивание того, что Логос тут погибает на кресте неоднократно, как некий фокусник на бесконечно повторяющихся цирковых представлениях. Разлука и самоубийство, повторяясь слишком часто, теряют свою значительность. То же самое, по-видимому, думал Блаженный Августин о распятии. Посему он с негодованием отвергает предположения стойков и пифгорейцев. Они полагали, что Богу познание бесконечности не присуще, и что вечное повторение мирового развития нужно для того, чтобы Бог его познавал и к нему привыкал. Блаженный Августин высмеивает эти бесплодные коловращения и утверждает, что Иисус – прямая стезя, позволяющая нам выбраться из кругообразного лабиринта подобных ересей. В той главе своей логики, где речь идет о законе причинности, Джон Стюарт Миль заявляет, что периодическое повторение истории вполне вообразимо, хотя и нереально, и цитирует «Мессианскую Эклогу» Вергилия. «Дева приходит опять, приходит с Сатурного царства». Неужто эллинист Ницше мог не знать об этих своих предшественников? Ницше, автор фрагментов о десократиках, мог не знать учения, которые усвоили и ученики Пифагора, сноска. Сомнения тут быть не может. Еще в 1874 году Ницше высмеял пифагорейское учение, что история повторяется циклически. «Вон Ницше указал на достопамятной странице своего дневника точное место, где его осенила мысль о вечном возвращении. Лесная тропинка у Сильвапланского озера, вблизи большой пирамидальной кучи камней, в некий августовский полдень 1881 года, на расстоянии 6000 футов от человека и от современности. Да, действительно, это мгновение – одно из славнейших для Ницше. Бессмертен тот миг, записывает он, когда я создал теорию вечного возвращения. Ради этого мига я согласен терпеть возвращение». «Уншульд дес вернес» – «невинность становления 2.308». Думаю, однако, что мы не должны здесь предполагать разительное невежество или человеческую, слишком человеческую способность смешивать озарение с воспоминанием, или же грех тщеславия. Моя разгадка имеет характер грамматический, даже, я сказал бы, синтаксический. Ницше знал, что вечное возвращение принадлежит к тем сюжетам или страхам, или забавам, которые вечно возвращаются. Но также он знал, что из всех грамматических лиц самое убедительное – первое лицо. Для пророка же можно утверждать, оно просто единственное. Вести происхождение своего открытия от какого-нибудь краткого изложения или от «Хистория философика Грека Романа» адъюн профессоров Риттера и Прелера было бы для Заратутра невозможно по причинам престижа и вопиющего анахронизма, и даже типографским. Ведь в пророческом слоге неуместны кавычки, а также ученые ссылки на книги и авторов. Если моя человеческая плоть усваивает животную плоть овец, кто может помешать человеческому уму усваивать разные состояния других человеческих умов? В итоге долгих размышлений о вечном возвращении и глубоких переживаний на сей предмет, идея уже принадлежит ему – Ницше, а не какому-то там покойнику, от которого только и осталось что греческое имя. Но довольно об этом. У Мигеля де Унамуна тоже где-то сказано о подобной родословной «дей». Ницше были по душе люди, способные выдержать бессмертие. Это я повторяю его слова, записанные в тетрадях «Нахклас» – «Наследие», где также значится следующее. «Если ты думаешь, что прежде чем ты возродишься, тебя ждет долгий покой, клянусь тебе, ты ошибаешься. Между последним мгновением твоего сознания и первым проблеском новой жизни пролегает отсутствие времени, срок краткий, как молния, хотя, чтобы измерить его, не хватит миллиардов лет. Когда отсутствует я, бесконечность может быть равноценна мгновению». До Ницше личное бессмертие было всего лишь порожденной надеждами иллюзией, смотным предвкушением. Ницше представляет его как неизбежность и придает ему жестокую отчетливость образов бессонницы. Бессонница, читаю я в старинном трактате Роберта Бертона, это мука, крестная меланхоликов. А нам известно, что Ницше страдал от этой муки и вынужден был искать спасение от нее в горьком хлородгидрате. Ницше хотелось бы быть Уолтом Уитменом, хотелось всесторонне возлюбить свою судьбу. Он избрал героический способ, откопал чудовищную гипотезу о вечном возвращении и попытался превратить этот интеллектуальный кошмар в повод для ликования. А разыскал самый ужасающий образ вселенной и предложил людям восхищаться им. Робкий оптимист обычно воображает себя Ницшеанцем. Ницше преподносит ему круги вечного возвращения и тем самым отшвыривает его от себя. Ницше писал, «Не желать труднодоступных удач и милости и благословений, но жить такой жизнью, которую бы хотелось прожить снова и снова, и так целую вечность». Маутнер замечает, что приписывать наималейшее моральное, серечь практическое влияние теории вечного возвращения означает отрицать эту теорию, ибо это все равно, что воображать, будто что-то может происходить по-другому. Ницше на это ответил бы, что формулировка теории о вечном возвращении и его широком моральном, серечь практическом воздействии и возражение Маутнера и его Ницше опровержение возражений Маутнера – все это необходимые моменты мировой истории, результат движения атомов. Он по праву мог бы повторить то, что было им написано. Достаточно того, что циклическое возвращение вероятно или возможно. Сама мысль о такой возможности может нас потрясти и преобразить. Какое могучее воздействие оказало возможность вечных мук? И в другом месте. В тот миг, когда в нашем уме появляется эта идея, все цвета меняются, и начинается другая история. Три. Порой нас поражает чувство, будто подобный момент я уже пережил. Приверженцы вечного возвращения клянутся, что так оно и есть, и привлекают эти смутные состояния ума в подкрепление своей веры. Они забывают о том, что воспоминание само по себе есть нечто новое, а это уже отрицание их тезиса о повторении, и что время постоянно отодвигало бы воспоминания все дальше, вплоть до того далекого момента, где индивидуум уже предвидит свою судьбу и предпочитает поступать иначе. Впрочем, Ницше никогда не говорил о каком-либо мнемонистическом подтверждении возвращения, сноском. Об этом мнемом подтверждении Нестор Ибра пишет «Случается так же, что какое-то новое впечатление нахлынет как воспоминание, и нам чудится, будто мы узнаем предметы или события, о которых мы точно знаем, что встречаемся с ними впервые. Полагаю, что здесь дело в странном поведении нашей памяти. Было прежде какое-то впечатление, однако за порогом сознания. Спустя краткое время раздражители начинают действовать, однако на сей раз мы воспринимаем их в сознании. Тут включается память и явственно сообщает нам ощущение дежаву. Однако ссылку на прошлое локализует она неправильно. Пытаясь объяснить бледность и смутность воспоминания, мы приписываем ему значительное удаление во времени, порой отсылаем его еще дальше нас самих в какое-то прошлое существование. На самом же деле тут непосредственное прошлое и пропасть, отделяющая нас от него. Это пропасть нашей рассеянности. В оригинале по-французски. С носки. Он также не говорил, и это также надо подчеркнуть, о конечном количестве атомов. Ницше отрицает атомы. Атомистику он считал ничем иным, как моделью Вселенной, созданной лишь для глаз и для математического восприятия. Обосновывая свой тезис, он говорил об ограниченной силе, действующей в бесконечном времени, но не способной на неограниченное число вариаций. Тут кроется коварный подвох. Сперва Ницше предостерегает нас от мысли о некой бесконечной силе. Остережемся подобных оргий мысли. А затем великодушно допускает, что время бесконечно. Точно так же ему нравится ссылаться на предыдущую вечность. Например, равновесие космической энергии невозможно, ибо в противном случае оно уже установилось бы в предыдущей вечности. Или так, всемирная история повторялась бесконечное число раз в предыдущей вечности. Ссылка кажется убедительной, однако не лишне напомнить, что это предыдущая вечность или Этернитес Апарте Анте, вечность в предыдущем прошлом, как сказали бы теологи. Есть не что иное, как наша природная неспособность представить, что у времени может быть начало. Такая же неспособность присуща нам и в отношении пространства, и потому ссылаться на предыдущую вечность столь же плодотворно, как упоминать некую бесконечность справа. Иначе говоря, если для наших чувств время бесконечно, то бесконечное и пространство. Эта предыдущая вечность не имеет ничего общего с реальным прошедшим временем. Пойдем вспять от первой секунды, и мы увидим, что ей должна предшествовать другая, а той еще другая, и так до бесконечности. Дабы остановить этот регрессус ин инфинитум, блаженный Августин решил, что первая секунда времени совпала с первой секундой творения. Non in tempere set cum tempere in sept creatio. Не во времени, но вместе со временем началось творение. Ницше прибегает к сравнению с энергией. Второй закон термодинамики гласит, что есть необратимые энергетические процессы. Тепло и свет – это всего лишь форма энергии. Достаточно спроецировать луч света на черную поверхность, и он превратится в тепло. Тепло, напротив, уже не обретет форму света. Это доказательство, с виду безобидное и банальное, уничтожает циклический лабиринт вечного возвращения. Первый закон термодинамики гласит, что количество энергии во Вселенной постоянно. Второй – что энергия эта стремится к распаду, к беспорядку, хотя общее ее количество не уменьшается. Эта постепенная дезинтеграция сил, образующих Вселенную, есть энтропия. Как только будет достигнут максимум энтропии, как только разность температур выровняется, как только устранится или компенсируется всякое воздействие одного тела на другое, мир станет беспорядочным скоплением атомов. В глубинном центре небесных тел это труднодоступное и губительное равновесие уже наступило. Благодаря взаимодействию атомов его достигнет вся Вселенная, и тогда она станет остылой и мертвой. Свет, переходя в тепло, исчезает. Вселенная минута за минутой становится все более невидимой. Она также становится более легкой. Когда-нибудь вся она обратится в тепло. Тепло всюду одинаковое, неподвижное, ровное, тогда Вселенная умрет. Последнее сомнение на сей раз метафизического рода. Если принять тезис Заратустры, мне все же непонятно, каким образом два тождественных процесса не сливаются в один. Неужто достаточно простой их последовательности, причем никем не удостоверенной? Раз нет особого архангела, который вел бы счет, тогда что означает тот факт, что мы проходим цикл тринадцать тысяч пятьсот четырнадцатый, а не первый в ряду, или цикл номер триста двадцать два с показателем степени в две тысячи. Для практики ничего не означает, но мыслителю это не помеха. Для мысли тоже ничего, а это уже серьезный недостаток. Сальто Ориенталь, 1934 год. Из книг, которыми я пользовался для вышеизложенного очерка, я должен упомянуть следующие. ДИ УНШУЛЬ ДЕС ВЕРНИС ФРИДРИХА НИЦШИ ЛЕЙПЦИГ 1931 Альцерсправ Заратустра ФРИДРИХА НИЦШИ ЛЕЙПЦИГ 1892 Introduction to Mathematical Philosophy Бертрана Рассела Лондон 1919 The ABC of Atoms Бертрана Рассела Лондон 1927 The Nature of Physical World А.С. Эдлингтона Лондон 1928 ДИ ФИЛОСОФИ ДИ ГРЕКХЕН ДОКТОР ПАУЛЕ ДЕЙСОН ЛЕЙПЦИГ 1919 ФОРТЕРБУХ ДИ ФИЛОСОФИ ФРИДСЕ МАУТНЕР ЛЕЙПЦИГ 1923 ЛА СЮДА ДЕ ДИОС Святого Агустина Перевод Диоса де Бейраля Мадрид 1922